Всем привет! Вы знаете, перед началом съемки этого видео я так подумала, что мне было бы неплохо так конкретно разозлиться для того, чтобы во всех красках и со смачными эпитетами описать самую худшую косметику 2019 года, о которой я вам сегодня хочу рассказать. Но, как назло, настроение у меня сегодня, наоборот, отличное, поэтому я, наверное, буду слегка более снисходительна, да и вообще, в принципе, я хочу начать с того, что все, о чем я сегодня буду говорить, это исключительно мое субъективное мнение. Если ваше мнение отличается от моего и вы, наоборот, эти продукты любите, используете каждый день, то это нормально, продолжайте их использовать, продолжайте их любить, потому что у всех нас разные предпочтения, у всех нас разный тип кожи, разные какие-то ожидания, может быть, поэтому ничего здесь такого нет. Но, в то же время, если вы смотрите мой канал, у меня есть подозрение, что наши вкусы где-то совпадают, поэтому, если они действительно совпадают, то, возможно, вам тоже не понравились бы эти продукты, если бы вы их купили. Ну и давайте начинать наш разнос. А начать я хочу с продукта, который, по моему мнению, прям возглавляет топ самой худшей косметики, которую я только пробовала в 2019 году, и это консервис. Консилер от La Prairie, он называется Light Fantastic Cellular Concealer, и я его попробовала прям в начале предыдущего года, это, по-моему, было первое, что я вообще попробовала в 2019 году, он стоит огроменных просто денег. Вы знаете, консилеры люксовые по типу, там, я не знаю, Lancome, Dior, Chanel, они все выглядят дешевками по сравнению с La Prairie, и я когда заказывала La Prairie, я думала, я сейчас такой лакжери получу, что моя зона под глазами просто расцветет, запахнет, разгладятся все морщины, да еще и останутся разглаженными после того, как я это все смою, потому что в таких брендах обычно заявлены еще дополнительные характеристики, что якобы в составе вы получаете еще уход, помимо декоративки. И, кстати, небольшая такая оговорочка, у меня нет этого консилера сейчас, чтобы вам его вот так вот показать, потому что в 2019 году я взяла для себя тоже за правило избавляться от косметики, которая мне не нравится. Хранить ужасную косметику в своей коллекции только ради количества или ради чего непонятно я не хочу больше, но на всю эту косметику у меня, естественно, сохранились обзоры на моем канале, поэтому, если вы хотите более детально посмотреть, что там не так, то есть в нанесении, обычно я это показываю прям в макро или общим планом, стойкость там на протяжении дня, особенности и так далее, в общем-то заглядывайте в описание под видео, там будет список этой косметики со ссылками на обзоры, причем обзоры там будут с тайм-кодом, то есть как только вы нажимаете на ссылку, видео будет открываться с той минуты, где я начинаю говорить об этом продукте, то есть вам там даже мотать ничего не нужно будет, чтобы найти, где же тот момент, где я упоминаю там какой-то нюанс по этому продукту, я уже все за вас сделала, поэтому, если захотите посмотреть прям детально, то вот заглядывайте в описание, там все для вас будет подготовлено. Так вот, консилер Лапрери, самая большая претензия к этому консилеру у меня заключается в том, что он ужасно просто скатывается под глазами, даже когда его закрепляешь, он трескается в морщинах и делает эту область реально вот на десятку лет старше, чем есть на самом деле. Я была настолько в шоке, потому что я ну вообще не ожидала такого эффекта, я думала наоборот, это будет что-то более увлажняющее, разглаживающее, такое как бы может быть светящееся, освежающее, но к этим словам вам сейчас нужно подобрать антонимы, и это будет именно то, чем является этот консилер. Там, кстати, в комплекте идет две ручки, то есть изначально одна вставлена в упаковку внешнюю, а потом вы можете как сменный картридж поменять, и у вас будет вторая ручка. Ну хоть за это спасибо, но все равно мне кажется ценник ну уж слишком завышен. Парочка тональных основ мне тоже попалась ужасных в 2019 году, и наверное самое ужасное из них это Clinique Even Better Refresh. Перед тем, как дальше о нем рассказывать, я напомню, что у меня нормальная кожа, склонная к сухости, обычно я люблю более легкие тональные основы, с не сильно плотным покрытием, светящийся, освежающий, вот что-то в таком духе. Что касается этого тона Clinique, то это абсолютно противоположные характеристики. Этот тон очень плотный, очень густо как-то и вязко лежит на лице, так что видно вот за 10 километров, ну вот абсолютно невооруженным глазом, что на вас вот штукатурище просто, которое, знаете, может пластами от вас отваливаться. Очень сильно заваливается тоже во все морщины и начинает их подчеркивать. Вы на своем лице в конце дня точно увидите гораздо больше морщин, чем даже подозревали, что у вас есть. И, кстати, в комментариях под тем обзором тоже многие написали, что Clinique тональной основы вот просто no. Не знаю, как все остальные, но вот конкретно вот этот тон, который я попробовала, это действительно самый худший, который вообще я пробовала в 2019 году. А вот этот тон от Calistar в принципе не сильно далеко от Clinique ушел. Clinique, наверное, мне нравится еще меньше, но этот тоже далеко не самый замечательный. Называется он Deep Moisturizing Foundation. И вот я не понимаю, как может глубоко увлажняющая тональная основа настолько плотно сидеть, настолько подчеркивать все морщины, абсолютно не увлажнять. Ни по декоративному эффекту, типа там, я не знаю, эффект свечения, ни по просто ощущениям на лице. Еще у Calistar беда с оттенками. Я себе взяла оттенок номер один. Это, по-моему, самый светлый. Если я не ошибаюсь, у них есть еще 0,5, но он, по-моему, у нас не представлен. Ну, по крайней мере, мне он не попадался. Мне попадался самый светлый, вот эта единичка, и он конкретно прям желтый. Но что мне еще не нравится в этом тоне, что я считаю просто отвратительным, это то, как он ложится хлопьями. И, кстати, в своем обзоре я там в макро прям это показываю, что вы, ну вот, хорошо можете рассмотреть этот эффект. Он на лбу прям такими как кусками лежит, на носу тоже ужасно он ложится просто. И в конце дня он тоже какими-то пятнами на мне лежит. Это как раз тот вариант, когда, знаете, что вообще без косметики лучше, чем с ней. О, кстати, знаете, что мне еще запомнилось, как просто топ самых отвратительных продуктов 2019-го? Это помада от L'Oreal Le Macarons. Ох, блин, я даже не знаю, с чего начать. Она очень густая. Когда ее наносишь, это прям, знаете, такой толстый пластилиновый слой. И не дай бог в процессе нанесения тебе сделать вот так. Все. Обычно при таком движении эта помада склеивается, и когда вы размыкаете губы, она отрывается просто или от верхней, или от нижней губы. И там образовывается огромная проплешина. Опять-таки в своем обзоре я это показывала. Это просто какой-то дикий кошмар. Это тихий ужас. Я вообще не понимаю, как можно было выпустить такую помаду с такой ужасной текстурой. Но, кстати, хочу сказать, что некоторым эта помада даже нравится. Они пишут, что ее нельзя наносить вот так вот аппликатором. То есть ее нужно взять кисточкой, там очень тоненько распределить. И при этом она будет держаться там на протяжении всего дня. Ну, нет, извините, я так играться не готова с помадой, потому что на рынке огромное количество жидких матовых помад, которые наносятся элементарно вот так вот аппликатором, который там идет в комплекте. И при этом, ну, все с ними нормально. Они и не пересушивают губы как-то, и не надо так вообще едет с ними ждать, вот пока оно высохнет у тебя на губах 10 минут. Ну, то есть, ну вот просто взял, нанес и пошел. Мне кажется, в 2019 году косметика такой и должна быть. Она не должна быть вот такой вот инструкцией, как же ее нанести, чтобы это нормально выглядело. А еще хочу пожаловаться даже не на конкретный какой-то продукт, а на вот эту категорию в целом. Я не знаю, появилось ли это в 2019, наверное, и раньше были аналогичные продукты, но в 2019 прям какой-то бум произошел. И очень многие бренды начали выпускать маркеры для бровей, которые такие, знаете, в форме вилочки. Вот у меня остался еще пока вот такой вот от Гош. Он называется Brow Hair Stroke. И в теории ты как бы легким движением руки создаешь такой вот волосковый эффект, типа эффект микроблейдинга или чего-то такого. Но на самом деле мне еще ни один такой маркер не попался, который бы, ну, хотя бы более-менее достойный какой-то эффект делал. Я уже пробовала от Makeup Revolution, от него я уже избавилась. Вот, как я и сказала, остался только этот от Гош. Мне вообще не нравится, потому что в теории, как бы, когда ты сводчишь... Вот, кстати, это тоже такой вот очень подлинный эффект. Ты, когда приходишь в магазин, например, и пытаешься это посвочить, ты так, опа, реально так рисуют красиво, прям такие вот как черточки отдельные. Но в бровях такой эффект сделать невозможно, потому что мешают волоски, и вы просто-напросто не достанете до кожи нормально для того, чтобы сделать вот эти четкие линии. Вы просто будете какие-то рандомные пятна ставить у себя в бровях. Вот эти вот грабли, мне кажется, в 2020-м их не должно быть. И я надеюсь, что компании перестанут их выпускать. От Гош еще один продукт отличился для меня в 2019-м году. Это праймер для зоны под глазами, который называется Under Eye Primer. Ну, собственно, так и называется, из линейки Хамелеон. Это очень дико странный продукт. Вообще, по ощущениям, он какой-то вязкий, вроде бы как с намеком на что-то силик... Ой, он, по-моему, у меня вообще засох. И еще и недолговечный он тоже. Появился он у меня, по-моему, осенью, сентябрь-октябрь, приблизительно в этом промежутке. И все, он уже просто дуб дерева, им даже пользоваться нельзя. Даже если бы он мне понравился, все, к этому времени мне бы пришлось его уже выкинуть. Это вроде бы как с одной стороны что-то такое силиконовое и скользкое, но в то же время слишком вязкое для этой зоны. То есть наносишь, и вот этот слой, он как бы ощущается. Ничего не разглаживается. То есть тут заявлено, что будут разглаживаться мимические морщины. И потом сверху консилер, чуть ли не как растопленное масло по сковороде горячее, и должен ложиться. То есть вот прям вот так вот оп-оп-оп, и все прекрасно. И морщин у вас под глазами нет. И стойкость увеличивается, и все довольны. Но нет, нифига, на самом деле он создает просто дополнительный такой плотный слой под глазами. Опять-таки заваливается в морщины, сильнее их подчеркивает. И вот просто из-за того, что вы наносите не один консилер, а два продукта вы наносите. Сначала праймер, потом консилер. То просто из-за вот этого более густого, такого плотного слоя, зона эта выглядит гораздо тяжелее. О, и еще одну категорию мне сейчас хочется поругать. Это желейные бронзеры. Вот тоже это тот продукт, который, ну вот, ни у одного бренда еще не получился. Ну, по крайней мере, я не использовала еще ни один желейный бронзер. Такой, знаете, который как вот открываешь, и там такое желе, знаете, в баночке, как типа медуза какая-то. Больше всего мне запомнился Catrice Bouncy Bronzer. Я от него тоже уже избавилась. Это просто какой-то кошмар. Его невозможно нанести равномерно ни спонжем, ни кистью, ни руками. Он всегда ложится пятнами. Вот что с ним не делай, все равно неравномерное нанесение получается. Но даже если отстраниться от этого, и у вас получится все равно красиво нанести, то обычно у них финиш очень металлический. То есть вы получаете не эффект загара или эффект освежения от бронзера. Вы получаете эффект живой статуи, такой вот бронзовый. Но если вы хотите какой-то более натуральный эффект, то лучше воспользуйтесь какими-то либо кремовыми бронзерами, либо сухими. У Catrice я тоже, кстати, попробовала вот этот вот отвратительнейший продукт. Это хайлайтер минеральный. Это вообще, по-моему, новая их линейка Clean ID, которая типа натуральная такая вся из себя. И здесь указано, что на 96% этот хайлайтер состоит из натуральных ингредиентов. И сама внешняя упаковка тоже такая под эко, все дела, картон там, небось, еще и переработанный. Но сам хайлайтер это просто какой-то ужас. Начнем с того, что его абсолютно не видно на лице. То есть, как ни елось кистью, как ни наноси по 10 слоев, все равно вот абсолютно ничего не добавляется на скулы. Вернее, как ничего. Добавляется какой-то такой легкий меловой слой. И вот это, кстати, основная моя претензия к этому хайлайтеру. Потому что у меня такое впечатление, что это просто спрессованный кусок мела. Настолько сухая текстура. Я, кстати, в своем обзоре даже вот давала там вам близко к микрофону послушать. Ну и давайте еще раз насладимся этим звуком. И вот как ни три, вот так вот, все равно не получишь хайлайтер. Получишь что-то, такой какой-то мучной слой. Если вы смотрите мой канал, то наверняка замечали, что в 2019 году я довольно часто делала стрелки. И вот как-то полюбились мне стрелки в 2019. Там много макияжа я дополняла ими. И вы наверняка знаете, какие мои любимые подводки. А если вдруг не знаете, то посмотрите под буквочкой А. И сейчас всплывет подсказка о самой лучшей косметике 2019 года. Так вот, из-за того, что я постоянно делаю стрелки, я тоже и в поисках какой-то очередной крутой подводки. И признаюсь честно, на рынке полно, ну, таких, как бы, посредственных подводок. Нельзя сказать, что они плохие, нельзя сказать, что они хорошие. Ну, такие обычные себе подводки с фетровыми аппликаторами. Но вот этот товарищ выделился. Это жидкая подводка Revolution Pro, называется Artist Liner. Это, ну, казалось бы, такая классическая подводка, просто с фетровым аппликатором. Причем аппликатор здесь такой интересненький, он даже более тонкий и более такой подвижный и маневренный, чем у, ну, классических, скажем так, подводок с фетровыми аппликаторами. И я подумала, наоборот, это круто, это будет более маневренно. То есть можно стрелочку прям завернуть, развернуть, прям узоры какие-то порисовать. Но на самом деле эта подводка ужасна тем, что она начинает пересыхать еще до того, как вы закончите одну стрелку на одном глазу. То есть ей начинаешь рисовать, вырисовываешь какую-то направляющую, пытаешься потом сделать вот так вот, заполнять эту стрелку. Все, на этом этапе здесь вот в этом аппликаторе уже ничего нет. Причем вот эти вот движения, они не помогают. И хранение этой подводки вниз носиком тоже не помогает. И замыкают наш ТОК-10 фиксирующий спрей для макияжа. Я здесь ни в коем случае не хочу ругать прям всю эту категорию в целом, потому что я сама любитель фиксирующих спреев. Я часто их заказываю, каждый раз пробую какие-то новые, потому что мне хочется найти какой-то самый-самый идеальный. Но в то же время я столкнулась с тем, что в огромном количестве фиксирующих спреев идет высокое содержание спирта. И ладно, если вы фиксирующими спреями пользуетесь нечасто. Ну, к примеру, там визажист на свадьбу для вас сделал макияж, сбрызнул все ваше лицо фиксирующим спреем с содержанием спирта. Ну, ладно, окей. Если вы вообще в целом не знаете, чем опасен спирт в содержании косметики, то тоже переходите на видео под буквочкой I, там я детально обо всем об этом рассказываю. Но, вы знаете, еще не настолько страшно даже сбрызгивать с фиксирующим спреем лицо с содержанием спирта, насколько страшно использовать эти спреи для нанесения теней влажным способом. Вот вы тоже, опять-таки, если смотрите мой канал, наверняка много раз замечали, что металлики обычно я наношу влажным способом. То есть я набираю оттенок на кисть, потом сбрызгиваю кисть фиксирующим спреем, и потом наношу это на глаза. И тогда эффект получается более яркий, такой с эффектом фольги, очень насыщенный, красивый. Я люблю эту технику, я часто ею пользуюсь. И вот так вот по своей глупости, не читая состав, я решила пользоваться спреем от Makeup Revolution, фиксирующим для нанесения теней, собственно. И в один прекрасный момент я проснулась с вот такими вот красными опухшими веками, и просто обалдела. Это был то ли химический ожог, то ли какая-то дикая аллергическая реакция, но как бы там ни было, для меня это был конкретный урок, что вот спреи с содержанием спирта, это прям нет-нет-нет. Причем, я вам серьезно говорю, спирт содержится в огромном количестве, как люксовых спреев, вот, например, у меня есть Urban Decay All Nighter, в нем есть спирт, он реально работает, то есть если нужно, вот, как я и сказала, там, раз в 10 лет закрепить макияж, и вам действительно нужна эта стойкость, вот тогда бы я могла посоветовать вам сбрызнуть лицо этим спреем. Но если вам нужно что-то на каждый день, обязательно читайте состав, смотрите, чтобы там не было спирта, иначе я вас на полном серьезе предупреждаю, что вы можете в один прекрасный момент об этом очень сильно пожалеть. Слава богу, монополии сейчас нет, и на рынке представлено огромное количество косметической продукции, поэтому лучше выбрать для себя что-то потенциально менее вредное, чем более. Но это только мое мнение. Ну вот и все, я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, и если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть и другие мои видео, я для вас тут оставлю топ косметики 2019, оно длинное, но там очень много всего классного, поэтому обязательно посмотрите. А если вы эти видео смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.